МАРГАУШСКОМ РАЙОНЕ И МАРИНСКОМ ПОСАДЕ МАРГАУШСКОМ ПОСАДЕ Таких денег у города сейчас нет. Зато есть решение суда, согласно которому работы должны пройти уже в этом году. Нужно и управление архитектурой, и правовому управлению отработать судом, попросить отсрочки исполнения суда. Кроме этого, нужно подготовить еще раз обращение в правительство Чувашской республики и попросить помощи на финансирование строительства инженерной структуры по земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Самостоятельно мы эту проблему решить не сможем. В интернет-пространстве стартовало голосование за выбор самого узнаваемого и привлекательного города страны. Впервые проект «Город России. Национальный выбор» стартовал 7 лет назад. И столица Чувашии в большинстве случаев находилась в пятерке лучших. В 2013-м Чебоксары заняли первое место. Итоги этого года подведут 30 декабря. Пока же нам удалось набрать чуть больше 29 тысяч голосов. И сейчас Чебоксары на 12-й строчке рейтинга. Явный фаворит сегодня – Владикавказ. Но время внести коррективы в этот список еще есть. Для этого на сайте городроссии.рф нужно проголосовать за любимый город. Михаил Игнатьев поручил в кратчайшие сроки определить судьбу Одисс-отеля, что располагается на территории залива. По словам главы Чувашии, в дни проведения федерального Сабантуя в Чебоксарах на это недостроенное здание обратил внимание высокий гость праздника – президент Татарстана. Рустам Мениханов удивился существующей проблеме и поделился, что в Татарстане есть эффективный подход к решению таких вопросов. Будь такая 12-летняя стройка в Казани, ее бы уже давно снесли. Прошу вас создать команду, пускай съездят в Казань. Они подготавливаются к универсиаде, к чемпионату, постоянно занимаются этими вопросами. В следующем году отмечается 550-летие Чебоксары. К этой дате недостроенный Одисс-отель необходимо или снести, или достроить, отметил глава республики. История Василия, имя и голос изменены банально. Развелся с женой, есть ребенок, сына любит, готов участвовать в его воспитании. В том числе и материально. Одно «но» – вот уже полгода не может выплачивать алименты в полном объеме. С работы в Москве не срослось, пришлось вернуться в Чебоксары. Сейчас таксует. Иногда долг по моей вине, а иногда он возникает не по моей вине. Стараюсь какую-то работу находить, стараюсь какие-то суммы вносить. Но этого не хватает из-за того, что большая сумма долга и большая сумма штрафа. Особенно штрафы. Ладно, с долгом я еще могу разобраться. А если постоянно накидывают еще сверху штрафов, то с этим вообще невозможно. Сейчас пене составляет полпроцента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Эта норма прописана в Семейном кодексе. Казалось бы, цифра небольшая, но при нынешней системе за год может набежать почти 200% неустойки. Погашать приходится и долг по алиментам, и штраф. Причем последний может быть в два раза больше основного долга. Поэтому в Госдуме и решили рассмотреть инициативу о снижении штрафов за невыплату алиментов. По законопроекту решать судьбу алиментщика будет суд. Именно там определяют размер неустойки. В зависимости от материального или семейного положения родителя пене могут уменьшить. Правда, такое сочувствие к алиментщикам жительницы Чебоксар не оценили. Как ни плательщики были, так они останутся. Хоть повышать, хоть понижать. То есть это уже, наверное, человеческий фактор. Если человек порядочный, он будет своих детей содержать в любом случае. Я считаю, наверное, что это не очень правильно. Потому что обязанности у родителей должны быть одни и те же. Если мама берет на себя ответственность по воспитанию ребенка, то отец, соответственно, должен как-то материально обеспечивать свою семью. Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в комментарии Интерфаксу отмечает. Инициатива не отменяет уплату алиментов. Поправки в Семейный кодекс должны помочь родителю быстрее выплатить необходимую сумму алиментов, а не копить деньги на оплату неустойки. Законопроекты должны пройти еще третье чтение. Наша проблема каждодневная вот в такой воде. А у нас все-таки и садики здесь есть, и люди, жители есть. И стирать надо, и в пищу употреблять надо, варить. Ну, такую воду вообще невозможно же пить. Такими словами встретили нашу съемочную группу жителей поселка Северный в прошлом году. Для того, чтобы определить, грязная вода или нет, не требовалось никаких лабораторных исследований. Все и так было видно невооруженным глазом. На несоответствие здешней воды нормам Санпина не раз указывал и Роспотребнадзор. Сейчас в рамках инвестиционной программы водоканал установил здесь дополнительную станцию до очистки воды стоимостью в 5 миллионов рублей. Станция предназначена для снижения в исходной воде концентрации таких элементов, как железо, марганец, сульфиды и запах. Станция водоподготовки полностью автоматическая. Все сигналы, весь процесс очистки отображается на общем дисплее. И также сигналы передаются в центральную диспетчевую службу водоканала для контроля за работой станции, за ее состоянием, за охраной и противопожарной безопасностью. Здесь вода из скважины проходит 4 этапа фильтрации. Обрабатывается кислородом, гипохлоритом и обеззараживается ультрафиолетом. Затем очищенная жидкость по трубам поступает в водонапорную башню и только потом к жителям в квартиры. Теперь вода в поселке Северном полностью соответствует всем требованиям Санпина. Жители сейчас довольны, что пошла такая вода. Десять дней назад была вода плохая, с осадками, с примесями. После того, как поставили систему очистки воды, вода стала нормальная. Из крана водой пользуемся, готовим, пьем. У нас, да, в поселках проблема с водой была. И в Сосновке различные примеси, то есть и металлов были. То есть и в поселке Октябрьский у нас тоже проблемы с водой были. В 2014 году силами водоканала была экспериментально поставлена станция доочистки в поселке Сосновке. Показала свою эффективность и было принято решение продолжать во всех поселках устанавливать такие станции доочистки. За последние четыре года в поселке Северный полностью заменили систему канализации, теплоснабжения, частично водопроводные сети. Работу по модернизации и коммуникации водоканал намерен продолжить. Грохоту тяжелой техники на улице Полярной в Чебоксарах жители соседних домов только рады. Говорят, как бальзам на душу. Нормальной дороги здесь никогда не было. Пыль столбом в жаркую погоду, лужи и непролазная грязь в дожди. Теперь, надеются люди, это останется в прошлом. Мы ее давно ждали. Топь была невозможная. Но сейчас будем рады, что у нас такая дорога появилась. Просто так смотреть, как укладывают дорогу, местные жители не смогли. Взяли лопаты и вышли на помощь подрядчикам. Смеются, так будет быстрее и ровнее. Тем более, в дорогу они и сами вкладывали деньги. Просили дяди Борь, вот мы тут собираемся, денежку эту христа ради. Боже мой, когда в складчину всегда хорошо, тогда всегда добро. Чуть больше 500 рублей с дома. Сумма небольшая, но в этом и суть программы инициативного бюджетирования. Вовлекать людей в решение вопросов местного значения. Все же основную часть средств выделяет городской бюджет. Субсидии на развитие общественной инфраструктуры идут и из республиканской казны. По такому принципу, только в московском районе Чебоксар в этом году обновят 12 улиц частного сектора. Сметная стоимость обустройства всех дорог, запланированных на текущий год, составляет порядка 4 миллионов рублей. А суммарное софинансирование 220 тысяч рублей. То есть получается за каждое домовладение примерно от 500 до 1000 рублей. Конечно, на такие деньги асфальт в частном секторе не уложишь, но и щебнем с песком покрывать грунт смысла нет. Быстро размоют дожди. Поэтому решено делать дорогу из асфальтовой крошки. Питум, присутствующий там, дополнительно связует и уплотняет покрытие. А сама крошка после отсыпки укатывается до такой степени, что становится похожа на асфальт. Такая дорога прослужит гораздо дольше, чем, к примеру, щебеночная. Что здесь водились раки, значит вода была чистая. И после отравления воды они стали выбираться на сушу, вот я так понимаю, и погибли просто. Первый массовый замор рыбы здесь произошел еще в 2013 году. Тогда следователи установили причину. Природу погубил куриный помет агрохолдинга Юрма. В этом году история повторилась. Рядом с мертвой рыбой активисты обнаружили яичную скорлупу, которую прибило к плотине водой. По их предположениям, воду снова смыло птичий помет. Но руководитель предприятия Владимир Ермолаев уверяет, его подставили. У нас есть достоверная информация, которую специально сбросили туда. Мы не знаем, что, но специально сбросили. У нас есть люди, которые это могут рассказать. Вы нам предоставить можете? Для этого есть следствие. Пусть разбирается. Первая встреча Владимира Ермолаева с местными жителями, активистами ОНФ и журналистами состоялась еще полтора месяца назад. Тогда гендиректор Юрмы был настроен агрессивно и настаивал, запаха в городе нет, а на полях лежит ценное удобрение. В этот раз он был предельно корректен и признался, что его тоже начал беспокоить запах птичьего помета. Сейчас Юрма готовит проект по переработке навозной свалки. Проект закончен. Вот мы на следующей неделе вам представим. Что касается, мы запах прямо с птичников будем убирать, привозить его в то здание, которое будет в нижнем пометохранилище. Само пометохранилище мы его, наверное, в течение 5-7 месяцев все уберем. К концу года, в числах 20 декабря 2018 года, мы запах уберем. Но в диалог Ермолаева с местными жителями вмешалась эколог Юрмы и напомнила своему руководителю, что главный источник зловония в городе – старые канализационные сети, а их навозные поля к этому отношения не имеют. У меня вчера Росприроднадзор пробы брал до обеда, полдесятого, девять часов. После обеда брали уже химпром и превышение по ПДК. Я могу вам концентрацию показать. Превышение по ПДК, ну слава богу, нет. Вы говорите коллектор, да? В каком месте? Коллектор проходит на глубине до 100 метров даже. Где вот через Северзаву? В каком месте? Давайте вместе. Нет, вместе пройдем, я вам покажу. Покажите. Поехали. Сегодня или завтра? Хоть сегодня. Вот, нет, сегодня не могу, завтра 10 часов. Этот коллектор находился недалеко от завода «Контур». По словам горожан, он постоянно закрыт. А несмотря на то, что по документам навозные поля вообще не пахнут, местные почему-то все равно страдают от зловония. Окна закрытыми держим вечерами. Просто вот когда вот душно, например, да, 30 градусов на жара, например, вот была недавно, просто закрыты окна и все, и сидишь, печешься дома и все. Потому что если окошки откроешь, это все вещи, вся квартира пахнет. В огороде одни мухи. Невозможно. На улицу выходишь, запах. Даже дома окна открываешь, даже дома сидеть невозможно ведь. А мягком пахнет. По своему давлению у нас старость. Уже аллергия началась. Аллергии у меня никогда не было. А на днях активисты ОНФ выяснили, что местные жители оказались в заложниках еще одной плохо пахнущей ситуации. На свиноферме Сувар-2, что находится рядом с деревней Шинерпоси, избавляются от навоза так же, как в Юрме. Мы зафиксировали, что трактора размещают помет, ну, жидкий, то есть по всем признакам свежий, а это третий класс опасности именно в полях. Но запах стоит действительно серьезный. Теоретически, специальные лагуны для хранения навоза здесь есть. Их четыре. Но построены они с нарушением и свои функции не выполняют, говорят общественники. Вот, к примеру, эта площадка уже вздулась от навозной жижи. Эти сделаны для того, чтобы вот эта жижа навозная не проникала в землю, чтобы не загрязняла. И чтобы не загрязняла почву. А тут получается, что в одном вообще не положили экран, чтобы предотвратить загрязнение. В втором, значит, технологию не соблюдали при строительстве вот этого хранилища. Все лагуны на свиноферме уже переполнены, поэтому навоз начали вывозить на близлежащие поля. Учитывая, что там ничего не растет, специалисты предполагают, земля постепенно выжигается. И используются эти площади только для хранения навоза. А это уже нарушение законодательства. Общественники бьют тревогу. В нескольких метрах от свинофермы находится резервный источник питьевой воды. И если на восстановление почвы уйдет не меньше 10 лет, то водоносные горизонты не очищаются вообще. И пока чиновники думают, как решить этот вопрос, местные жители спасаются от запаха кто как может и боятся наступления экологической катастрофы. Раньше здесь была дорога, которая вела в микрорайоны Солнечный и Ясная Поляна. На прошлой неделе в пятницу вечером сюда приехал трактор и начал ломать бетонные плиты. Не могут подъехать экстренные службы, не может подъехать пожарная служба, скорая помощь. Даже если они сюда и приедут, они обнаружат, что дороги как бы нету, они будут искать объездные пути. А это время. Это время, это можно сказать, что любая же секунда там в этот момент она как бы дорога. Кстати, врачи с этой проблемой уже столкнулись. Местные жители рассказывают, помощь понадобилась ребенку, а карета скорой не смогла проехать. Чтобы не терять времени, родители донесли ребенка до врачей на руках. Эта дорога строилась как временная. Ее проложили, чтобы можно было ввести в эксплуатацию новые дома в Солнечном. Сложность в том, что участки земли, по которой она проходит, принадлежат разным людям и организациям. Так, отрезок, где уничтожено дорожное полотно, находится в собственности некоего господина Андреева. Было выездное совещание с участием главы администрации города, руководителей Сминстроя, общественности. Все порешили, что будет дорога здесь, только я должен сделать ее за свой счет. Мы ее сделали за неделю, хорошо. Мы целый год по ней ездили. И что вдруг случилось, и тогда тот же гражданин Андреев на проекте поставил свою подпись, согласованно. Решить дорожный вопрос на спорном участке собрались местные жители, застройщики микрорайона, представители собственника земли, органов власти и прокуратуры. Но конструктивного разговора не вышло. Вы задали вопрос, дайте вам возможность ответить. Я вам отвечаю. Я вам отвечаю, это вы перебиваете. Вы не орите, вы ничего. Вы не орите, уважаемые. А вы не орите, уважаемые. Иди, вы же, к вам орите. А ты, вы что, не сломите. В конечном итоге представители собственника земли высказали свою точку зрения. Они боятся, что временная дорога станет постоянной. Аргументируют это следующим образом. В 2018 году должны были построить объездную четырехполосную трассу, соединяющую микрорайон с проспектом тракторостроителей. Однако на ее месте по-прежнему зеленеет трава, и нет никаких предпосылок, что строительство начнется в ближайшее время. Частный владелец своего согласия на строительство дороги не давал. Но, тем не менее, обычная картина идет. Сначала мы построим, потом мы пошлем владельца на три российских буквы, и, значит, эта дорога будет фактически узаконена. Что сейчас и произошло. Дорогу эту построили, хотя никакого разрешения, согласия владельца этой территории на средстве этой дороги нет. В администрации Калининского района подтверждают. Дорога временная и при ее планировании получилась неувязка. Ее появление здесь действительно не согласовались с собственником участка. Но сегодня уже готова проектно-смертная документация на строительство объездной четырехполоски. Аукцион объявлен и работы должны начаться в скором времени. Сам объект планируют сдать в следующем году. Для того, чтобы собственники этих многоквартирных домов могли спокойно проезжать, открыт следующий проезд в районе дома тракторостроителя 56, корпус 1. Эта дорога действительно позволяла выехать из микрорайона, а вот чтобы въехать в него, местным жителям приходилось нарушать правила. Здесь стоял дорожный знак. Въезд воспрещен. Вчера с ребенком нужно было поехать в больницу с утра. Такси не приехало. Я 40 минут потратила на то, чтобы дождаться такси. Там знак кирпича стоит, и таксисты отказываются. Мы, говорят, не будем рисковать лишаться прав из-за того, чтобы за 100 рублей довезти вас до больницы. К слову, сейчас этого знака здесь нет. Его демонтировали спустя несколько часов после нашей съемки. Между тем, ситуация попала в поле зрения прокуратуры Калининского района. Ее сотрудники обещают проконтролировать решение этой проблемы. Данный вопрос должна решать администрация города Чебоксары, поскольку в соответствии с требованиями действующего законодательства вопросы строительства, ремонта, реконструкции автомобильных дорог местного значения отнесены к компетенции органов местного самоправления. Городская администрация рапортует. Денег на строительство четырехполосной дороги удалось получить благодаря участию в федеральной программе. Подрядчика определят уже на этой неделе. Денег на строительство четырехполосной дороги. Мы получили еще в апреле. Подрядчик выбился из графика и сроки затянулись. Ну нам обещали через месяц с чем-то, полтора пускай будет, да? Мы даже два согласны. Мы даже, ну, два с немножко больше. Ну, три с половиной месяца. Да. И грыжи тут у людей появились от этого. Помог звонок на прямую линию к голове Чебоксарской администрации. И проблема с закупой комплектующих у подрядчика решилась за несколько дней. Не зря люди проявили такую активность. Строго следили за рабочими, вовремя оплачивали сборы за капремонт. Кстати, именно от собственников зависит, поменяют ли лифт в многоэтажке. В программу капитального ремонта включены все дома республики с разными датами ремонта для разных конструктивных элементов. Но повлиять на перенос сроков люди могут сами. Поинтересоваться, в каком году предусмотрен капитальный ремонт их лифта. Или замена лифта, модернизация лифта. Если эти сроки более поздние, то они могут ходатайствовать о переносе срок исполнения капитального ремонта. В данном случае есть определенные условия прописанные. И в первую очередь это собираемость взносов на капремонт. Она должна быть не меньше 90%. Такое условие соблюли в 10-м доме по улице 139-й стрелковой дивизии. Здесь тоже поменяли лифты. За счет сэкономленных фондом капремонта средств. За 4 года только в Чебоксарах удалось заменить полторы сотни подъемников. На 2019-2020 год мы запланировали поменять еще более 120 лифтов. Думаю, что жители должны это оценить. Единственное условие – своевременная оплата за капитальный ремонт. Уровень сбора должен быть не менее чем 90%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok